Друзья, товарищи, ученики, мы сейчас продолжим рассмотрение борьбы с грыжей в поясничном отделе. Используем мягкие техники, в основном они на растяжение. Ну вот еще можно, пока человек у вас лежит, потянуть за позвоночник, ой, за ноги, да? Спереди он может держаться, корпус нам сейчас не нужен. А вот тазовые косточки мы потихонечку растягиваем, медленно покачиваясь на себя. Итак, в прошлом видеоролике мы рассмотрели растяжение поясничного отдела, да? Назад мы его вот так вот растягивали. А теперь, как мы его растягиваем вперед. Для этого, вот один из вариантов, повернуться над пациента лицом вверх. Развелись, пожалуйста. Как говорится, ливером к солнцу, филийной частью ватт. Да. Вот так, да. Сверху может держаться за головой, да. Нам та часть вверху, часть корпуса нам не нужна. А нижнюю часть поднимаем повыше, расслабляем, держим только мягко, чтобы не передавить щекотки. И натягиваем на себя, медленно-медленно, поясничка качается, тянется. Чем выше угол сделаете, тем лучше. Чувствуешь, как расслабляется. Встал позвонок. Поясницы даже поясничный верхний. Шерчок был. Или блок какой-то снят. Вот, значит, человек хорошо расслабился. Отлично. И если этих приемов недостаточно, тогда попросим пациента встать сбоку стола. Вот с этой стороны, да. Надо было тебе перевариться через стол. Только сначала упрись руками, повесь себя на воздушных костях, то есть чуть выше, чем в воздушном косточке. И заваливайся вот туда, через весь стол, руки вперед, заваливай. Вот. Мне ты высоко немножко, конечно. Вот так вот, да. Вот, чтоб поясница вот весь, вот она растягивается уже. Но если больно косточкам или человек достаточно худой, можно увеличить усилие. Дай немножко давление идет. Есть, да? Подложим валик вот эти косточки. Сейчас удобно. Вот так гораздо мягче, да? И тут самое важное. Вот видите, он растягивается поясничку. Ты пока просто виси. А я пока подскажу, чтобы ноги не держал человек на весу, да? Чтобы они не упирались. Они вот полностью расслаблены. Под собственным весом они уже вытягивают эту поясничку, да? А мы дополнительно можем помочь. Крестец тянем вниз. А остальные позвонки из-за паравертебральной мышцы вверх. Помните, я вам говорил, что вот эти точки соединения позвоночника с крестцом, все, что выше, тянем вверх. Можно с вибрацией пройти. В общем, любые ваши способы. Пальчиками, да? Если хотите поглубже залезть, работать. И с огревающими ударами пробить это место. Дополнительная диперемия, видите, с покраснением происходит. Она оказывает лечебный эффект. Так что у человека идет расслабление. Это вот в эту сторону. Теперь главное, чтобы он встал правильно. Особенно, если у кого-то там грыжа, да? Ему тяжело, да? Во-первых, его приз на руки. Во-вторых, ноги подогни под себя. Голову в последнюю очередь поднимай. Вот оперс на силу ног. Вставай, нет, голова в последнюю очередь. Опрокидывайся назад на ноги. И за счет силы ног теперь поднимайся. Да. Немножко резко доставлено назад. Подниматься надо. Вот так видите. Скажем вверх, да. Спортсмен очень ходил. Угу. Вот. И еще один небольшой приемчик, когда человек лежит на спине, положить головой туда, подня головой сюда, на спину. А коленки сверху вниз. Свежую коленку еще ниже. Вот так вот. Теперь ты поднимись. Использовали достаточно мягко, практически проминается весь. Вот поясничек кладем. Так, опрокидывайся. Вот. А мы, то самое главное, что коленки были прямо практически вот сгиб на углу стола. И мы немножко ему за коленки тянем вниз на растяжение. Да, с дыханием, легким, мелким дыханием. Тянется поясница. Поясница расслабляется. Да, расслабляется. Торган расслабляется. Ну, вот такой прием вы даже можете использовать в домашних условиях. В быту, для своих любимых, да, просто расслабить, расслабить поясничку. Ну, и даже сами для себя. Да, поболтаем ножками. Вот. На этом мы нашу телепередачу заканчиваем. А дальше переходим к более серьезным техникам. Но об этом вы увидите в следующих видеоуроках. А лучше вообще не смотрите их, потому что вы ничего не сможете повторить. И лучше рекомендую дома, ну, вот эти мануальные приемы, да, жесткие, самим не повторять. А приходите на тренинги, мы вам поставим руки и выпустим вас в жизнь с готовыми наруками. Молодец. С вами был Олег Калав Гудвин.